Сколько раз в сутки крольчиха кормит новорожденных крольчат? Срок беременности крольчих 30 дней. Иногда, если детеныши много, роды могут начаться немного раньше. Каждому кролика воду необходимо знать все нюансы родового и лактационного периода жизни крольчих. Материнские секреты крольчих За неделю до родов самка начинает строить гнездо из сены собственного пуха. Пух она выдергивает из живота вокруг сосков. Делается это не только для того, чтобы детенышам было тепло и уютно, но и чтобы они легко могли добраться до молока. Ведь малыши рождаются слепыми, голыми и абсолютно беспомощными. Самка начинает строить гнездо. Обычно в памяти рождается 4-8 крольчат. Но известны случаи, когда их может быть и 16. А крол, как правило, начинается ночью, ближе к рассвету. Если все нормально, то перерывы между появляющимися на свет малышами составляют не больше 10 минут. Иногда бывают незначительные задержки. Если же у самки не получается родить целый день, нужно обращаться за помощью к ветеринару. Сразу после родов новоиспеченная мама съедает послед. Она может съесть и мертворожденного крольчонка, чего допускать не следует. Мертворожденного нужно сразу удалить из гнезда. При этом необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности удалить мать из гнездового ящика. Такую процедуру нужно выполнять каждый раз, когда кроликовод хочет добраться до малышей. Вымыть руки хозяйственным мылом. Можно воспользоваться детским, без ароматизаторов. Затем их нужно натереть ухом из гнезда. Важно! Руки не должны иметь резкий запах. Недопустимо, чтобы они пахли бензином, машинным маслом, алкоголем или парфюмерией. Крольчиха может вовсе отказаться от детенышей, если в гнездо привнести резкий чужеродный запах. Часто бывает так, что после окрола у самки начинается охота. Она может протекать как спокойно, так и в буйной форме. Она носится по клетке, совершенно позабыв про крольчат. Если кроликовод настроен на дальнейшее разведение, ее нужно поместить к самцу для случки. Даже после случки крольчиха прекрасно ухаживает за новорожденными. Кормление крольчат. Кормить потомство. Кормить потомство начинает после того, как пройдут роды. Но бывает так, что она отказывается это делать. Не то, что посмотреть, а хотя бы заметить, как крольчихи кормят крольчат, удается очень редко. Но понять, что детеныши голодные, можно по их поведению. Сытые крольчаты имеют гладкую шкурку, круглый, наполненный живот и здоровый сон. Если они голодные, то постоянно пищат, ползают и имеют неприглядный, взъярошенный вид. Недоедать детки могут по нескольким причинам. У матери слишком мало молока. Скорее всего, это следствие неправильного рациона питания в дородовой период и после акрола. Стимулировать лактацию можно, увеличив в корме количество сочных корнеплодов, добавив ошпаренную крапиву, вяленый укроп, петрушку, морковную ботву. Хорошо стимулируют лактацию любые молочные продукты, сыворотка и само молоко. Крольчат в памяти больше, чем самка может прокормить. Опытные кролиководы делают вязку одновременно нескольких самок. В таком случае можно крольчонка из многодетного семейства подложить туда, где детенышей родилось мало. Приемная мать не обнаружит подлог, если подкидыша предварительно обтереть пухом из нового гнезда. Крольчиха отказывается от кормления. Такое случается при буйной охоте. Что делать, описано выше. Еще подобное может произойти, если самка молодая и это у нее первый акрол. В этом случае поможет принудительное вскармливание, к удерживаемой самке подкладываются малыши. Часто такой метод пробуждает в нерадивых крольчихах материнский инстинкт. Крольчиха отказывается от кормления и если ничего не помогает, то малыши придется дополнительно подкармливать. Для этого применяются смеси для щенков или котят. О наличии и продаже таких смесей можно узнать в зоомагазине или ветеринарной аптеке. Там же можно приобрести шприц с пипеткой для кормления. Поначалу у крольчата будут сопротивляться, отказываться от резинового соска, но очень быстро привыкнут и даже начнут узнавать кормильца. Как только их возьмут в руки. В процессе выкармливания наевшихся детенышей нужно откладывать в сторону, чтобы не путаться и не оставить кого-то без порции молока. Сколько раз крольчиха кормит детенышей? При нормальном протекании послеродового периода самка не находится постоянно в гнезде. В естественной среде обитания она, имея сильный запах, уходит подальше от потомства, под тенью деревьев питается и наблюдает за норой. Похожие происходят и в клетке кролик будет спокойно сидеть, кормиться и заниматься, казалось бы, совсем не тем, чем должна заниматься молодая мамаша. Но с наступлением темноты крольчиха обязательно нырнет в родовой ящик и покормит малышей. Важно! Кролики, не собаки, возле потомства постоянно не сидят. Но это не значит, что крольчиха не ухаживает за малышами. Вообще, данные о том, сколько раз в сутки крольчиха кормит новорожденных крольчат, немного разница. Некоторые кормят два раза в день, другие пять. Заставить самку за этим процессом очень сложно, а если считать по количеству посещений гнезда, так она может в него нырять просто так. Не стоит тут же лезть в ящик и проверять животики малышей. Лучше вообще поменьше их беспокоить. Сколько малышей может выкормить крольчиха и как долго она их будет кормить? Крольчиха кормит крольчат точных данных по тому, сколько крольчат может выкормить крольчиха, нет. Это зависит от таких факторов физического состояния кормления, генетической предрасположенности. У кролиководов есть такое правило, не оставлять под мамкой детенышей больше, чем есть у нее сосков. В таком случае все малыши будут с едой. Потому то и стараются сделать так, чтобы в крольчатнике рожали одновременно несколько самок, чтобы было куда деть лишних малышей. Грудные крольчата, родившись голыми и слепыми, покрываются шерсткой и становятся зрячими к 12 дню жизни. Только после этого они пытаются понемногу выбираться из гнездового ящика. К трем неделям они начинают пробовать взрослый корм. Но самка их может выкармливать до трех месяцев. В дикой природе у крольчихи уже через 35-40 дней новое потомство, количество родов, до 11 в год и все равно первенцы, нет-нет, да и подныривают к мамке. При клеточном содержании юных ушастых грызунов принято убирать из материнского гнезда в полуторамесячном возрасте. Чем болеет крольчиха во время кормления крольчат? Болеет крольчиха в период кормления самка может категорически отказаться подходить к малышам. По ее поведению сразу можно определить, что у нее неладно со здоровьем. Чаще всего такое поведение вызвано развивающимся маститом, воспалительным процессом в молочных железах. Причины из-за которых развивается эта болезнь – недосцеженное молоко. Его больше, чем крольчата могут съесть, инфекция в организме, крольчихи или паразитарное заболевание, антисанитарное состояние в клетке, переохлаждение или стресс животного. При мастите молочное железо становится твердой. В момент кормления появляются болевые ощущения. Если не лечить, могут начаться гнойные процессы. Болезнь в начальной стадии можно попробовать победить. Просто нужен массаж железы. Лучшими массажистами являются сами детеныши. Для этого самку нужно уложить и крепко держать. Крольчата, высасывая молоко, массируют железу. При определенной степени везения такая терапия может помочь. Но, к сожалению, в большинстве случаев, особенно когда упущено драгоценное время, без вмешательства ветеринара нельзя обойтись. Часто от заболевшей крольчихи потомство приходится убирать и либо подкладывать его в другие гнезда, либо вскармливать искусственно. В разведении, как правило, такие кролики дальше участия не принимают. Вмешательство ветеринара в промышленных масштабах, больных или предрасположенных к маститу самок убирают из стада, не занимаясь долгим и дорогостоящим лечением. К ролику, воду любителю, не желающему потерять производительницу, рекомендуется регулярно проверять молочные железы крольчих. Но не только мастит может беспокоить кормящую мамку. Есть еще болезни сосков. Загрубивание может произойти от преждевременного появления молока в железах. Травмы появляются от укусов малышей. Лечатся такие недуги смазыванием сосков любым растительным маслом, лучше оливковым и аккуратным массажем. На этом список, чем еще может болеть крольчиха во время кормления крольчат, пожалуй, заканчивается. Остальные заболевания, которым подвержены кролики во время лактации, могут проявиться и в другие периоды жизни. И процесс вскармливания не является причиной их развития. В заключение можно сказать, что при должном уходе животное в состоянии самостоятельно справиться с выращиванием потомства. А все осложнения появляются либо из-за генетических предрасположенностей, либо при несоблюдении правил содержания ушастых питомцев. Точка.